Добрый день! Ну что, снова репортаж из Красной Нивы. Сегодня речь пойдет об очень любимых многими растениях, принадлежащих семейству геснеревых. Есть такое семейство в растительном мире. Кстати, я делала в свое время, чтобы ты знал, Володь, диссертацию как раз по семейству геснеревых. На его примере я рассказывала про вообще морфологию растений, про типы соцветий, которые есть у цветковых растений. Диссертация это дело уже прошлых лет, а сейчас нам интересно поговорить о комнатных растениях, которые в комнатных условиях неплохо цветут. Я всегда говорю о том, что лучше в дом брать растения декоративно-лиственные, потому что не всегда хватает света для того, чтобы заложить цветочные почки. Так вот, есть какое-то количество растений, которые дома все-таки зацветают. Ну, во-первых, давайте не забывать, что к этому же семейству относится наша симполия или узамбарская фиалка, которая, ну, слушайте, конечно, прекрасно цветет и в комнатных условиях. Все это определяется тем, что, например, та же фиалка, она почвопокровное растение. Она растет под пологом леса, и вследствие этого, наверное, не так много света нужно для того, чтобы заложить цветочные почки. Растения, о которых пойдет речь, напротив, растут в кронных деревьев. Но и в кронных деревьев среди листьев, может быть, тоже света не очень много, поэтому они тоже как-то приспосабливаются к нашим с вами условиям и, соответственно, успешно цветут. Итак, речь пойдет о двух родах. Это очень близкие друг к другу. Это колумнея и эсхинантус. Знаете, иногда бывают растения, вдруг кто-то показывает, я не могу тоже понять, это эсхинантус или колумнея. Но, тем не менее, они различаются, различаются по строению цветков, как и все в этом мире. И, соответственно, давайте сейчас посмотрим. Почему сейчас я? Вообще мы уже говорили об этих растениях. Но сейчас я затеваю этот разговор, потому что как раз время цветения этих растений. Но давайте начнем с самой распространенной колумнеи, это колумнея глориоза. Вот она. Вот, видите? Это длинные побеги, опушенные, как у зомбарской фиалки, листочки. И, соответственно, посмотрите, какой по сравнению с размером листьев огромный красивый цветок. Вот так примерно выглядят все цветы. Они могут быть большего размера, меньшего, окрашены по-другому, вытянутая трубка или, наоборот, она такая более короткая. Но выглядит вот примерно вот таким вот образом. И в течение года это растение у нас вот такое ампельное, поникающее из горшка. А вот вдруг на этих побегах образуются такие прекрасные цветы. Ну вот сейчас я вам покажу для разнообразия другой вид. Видите? Здесь листочки у той более округлые, у этой более вытянутые. И вот такой цветок. Вот. Видите, как красиво. Все приходят, спрашивают, что это такое. Ну, в общем, вот что это такое, вам я рассказываю. Еще, что очень мне нравится у этих родов, то, что цветение происходит достаточно долго. Ну, собственно, фиалка-то у нас вообще может цвести, там, я не знаю, 9 месяцев в году и немножко отдыхать. Здесь, конечно, не так долго, но, тем не менее, вот эта вот колумнейка цветет уже, по-моему, ну, уже месяц точно цветет, да? Уже все ее фотографировали. Вот. Вот. Поэтому, соответственно, тоже это является очень важным качеством растения. Потому что, конечно, нам не хочется, чтобы растение расцвело и через три дня уже его не стало. Ну, и как я говорила, ближайший родственник колумней – это эсхинантус. Вот я в свое время показывала эсхинантус, как он назывался, с таким большим оранжевым петухом, прям вот такой вот, как петушиной гребень у него цветок. Что-то сейчас я его не могла найти, но, видимо, он не цветет, и поэтому и не видно его. Но покажу другие эсхинантусы. Вот, например, смотрите, вот тоже эсхинантус. Причем вот этот вид, мне он очень нравится тем, что у него есть еще вот такая вот, это называется, как она называется, ты уже забыла морфологию всю, ну, предцветники или чашелистики, чашелистики. Вот. Чашечка такая у венчика. Вот, да, такая вот юбочка, видите, она темного цвета, цветок посветлее алого цвета, и получается тоже очень такое красивое образование. Потом, когда цветок уже отсветает, увядает и падает, вот эти чашечки, они еще долго сидят на растении. И тоже, в общем, выглядит очень декоративно так, что даже многие путают это вообще с их цветами. Но на самом деле выглядит вот так. Вот мы с вами смотрели эти колумнеи с такими мохнатыми листочками. Есть колумнеи с абсолютно гладкими. Вот, посмотрите, вот кругленькие такие, гладкие это самое. Сейчас мы даже посмотрим. Этикетка есть. Как же это называется? Без очков я не вижу. Ну, в общем, не вижу, не вижу. И почерк вообще, все, что у нас подписывается этикетке, понять невозможно. Поэтому еще я особо-то и не зацикливаю, чтобы их смотреть. Вот. Значит, с гладкими листьями. Вот этот эсхинантус тоже с гладкими абсолютно листьями. А вот есть эсхинантус. Это, безусловно, сорт. Видите, варигатный. И тоже, посмотрите, как он похож на колумнею. Я сама, честно говоря, думала, что это пришла какая-то пестролистная колумнея. Но нет. Это какой-то у нас сорт. Вот. Болеро. Болеро бикалор называется. Вот. Видите? Вот. Очень симпатичный. Тоже я посмотрела в интернете. цветет, естественно, красными такими же петушками. Вот. Но представляете, как будет симпатично на фоне вот таких вот зелено-желто-белых листьев. Вот. Это листья опушенные. Недавно тоже нам довелось приобрести. Наверное, он будет ампельным. Я думаю, что это просто вот такая посадка черенков. Видите, как обильно он цветет. Это тоже какой-то эсхинантус у нас. Вот. Посмотрите. Вот теоретически они и должны вот так цвести. То есть из одной точки выходит достаточно много цветов. Вот так устроено соцветие. Просто иногда не хватает цвета, и поэтому цветки бывают одиночными. А вообще вот они в большей части цветут таким образом. Вот. Видите, тоже. Очень красиво. Очень хорошее сочетание вот таких ярко-зеленых листьев, соответственно, с красными цветами. Самое такое классическое. Классическое такое сочетание. Значит, так же, как эсхинантусы выведен сорт вот такой опушенный белый с зеленым. Вот еще у нас есть тоже очень красивый эсхинантус. Тоже все ведь подписано. Все подписано. Мармот. Мармаратус. Мармаратус. Мраморный. Вот. Видите, какой? Тоже очень симпатичный. И больше того, изнанка ничуть не хуже, чем лицевая сторона листа. Видите? Ну, теперь немножко об агротехнике. Вообще большинство людей жалуется, что эсхинантусы и колумны растут у них плохо. На самом деле я не считаю их сильно капризными, но из всех секретов, которые я могла бы вам рассказать, это, конечно, то, что они любят цвет, и он им нужен для цветения, потому что все-таки, как я уже говорила, они растут в кронах деревьев. Вот эти вот, вот такие вот, видите, вроде бы хиленькие побеги, они достигают нескольких метров длины. Ну, соответственно, где-то наверху они могут лысеть, но вот на всем протяжении они, соответственно, во время цветения покрыты цветами. Поэтому свет должен быть хорошим, но самое главное, они не любят залива, но также, собственно говоря, как и фиалки. У них должен быть грунт все время такой слегка влажный, и даже когда вы поливаете, не усердствуйте. Это не фикус, который надо налить до краев, чтобы как следует промок ком, вода вышла у нас в дренажные отверстия, это нам не нужно. Нужно поливать так, чтобы, вот понимаете, бывает ком, он слегка влажный на всей своей, по всей своей высоте. И когда мы поливаем по периметру аккуратненько небольшим количеством воды, за счет того, что капиллярная сеть очень хорошо развита, ком не пересыхал, то вода эта просачивается и тоже может достигать дна, чуть-чуть выходить из дренажного отверстия. Но если ком хоть раз пересох, вот тут этот номер уже не проходит. У вас смачивается только верхняя часть кома, и поэтому часто получается, что мы вроде бы немножко поливаем растение, а внутри оно сухое. Вот за этим надо следить. Это можно понять по тяжести горшка. Если даже у вас сверху достаточно влажный грунт, а вы чувствуете, что горшок легкий, это означает, что там внутри влаги нету. Поэтому тут уже надо вытаскивать, смотреть, ну, в общем, каким-то образом определять, нужно полив и как нужно поливать. Вот, например, вот это вот колумные, видите, у нас растет вот в таком высоком горшке. Вот для такого небольшого растения я бы не стала ее так сажать. И я много раз говорила о хисте, но о хистаже у нее свои тоже какие-то представления об этой жизни. Ну, и ей кажется, сейчас она посадит вот в этот горшок, как все нарастет, а может не нарасти. Может просто за один полив вы можете погубить растение, оно не справляется с этой влагой, и, соответственно, корневая система сгниет. Поэтому у нас вот тут еще папоротник вырос, циртомиум, он будет помогать из этого горшка выбирать часть влаги. Поэтому мы не всегда делаем прополку. Значит, свет должен быть хороший, полив очень умеренный, не любят никаких холодов, естественно, чтобы ни в коем случае не дуло из форточки. Вот растение такое, в общем-то, я уже несколько раз замечала, что если вдруг где-то, когда-то там температура падает, то это сказывается на растении. Может что-то начать загнивать, что-то начать опадать, желтеть листья и так далее. Но если все вы соблюдаете, и все сбалансировано, полив свет и температура, то я думаю, что ваши все агротехнические эксперименты будут очень успешны. И если кому-то эти растения понравились, а кто-то, может быть, их уже давно выращивает, вот, соответственно, успехов в этом деле, потому что я думаю, что все будет хорошо, и, в общем, ничего сложного тут особо нет. Вот есть растения гораздо более капризные в уходе, чем представители семейства гиснериевых. И вообще, вот из гиснериевых, честно говоря, я бы сказала, что все, что мы знаем, оно себя ведет в доме очень хорошо, за исключением видов или родов, которые сбрасывают на зиму листья. Но, как правило, их никто в домашних условиях и не культивирует. Поэтому колумнеи и схинантусы – это все растения для наших домов. Выращивайте их, приезжайте, покупайте, берите где-то черенки. Кстати, если кому-то интересно, вот я уже говорила, что сейчас будет выставка, и, по-моему, Ахистана черенковала маленьких колумней, привезет туда обязательно на продажу. И в прошлый раз я забыла сказать, что в этот раз вход на выставку будет свободный. Денег платить не надо, никаких QR-кодов не надо. Поэтому приглашаю всех 4-5 на Тульскую улицу, не помню, как называется этот самый торговый центр. Ну, посмотрите в интернете, выставка «Орхидеум», там все есть. Так что всего вам хорошего, здоровья всем и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok